Чтобы стать президентом, нужно пройти долгий путь кропотливой работы над собой и своим именем. Эти люди в априори не могут быть глупыми. Да, кстати, они тоже люди и могут тупить и попадать в неловкие и глупые ситуации. Итак, это 10 президентов, которые опозорились на глазах миллионов людей. Погнали! Джордж Буш. Этот президент, наверное, один из самых веселых президентов за всю историю Америки. То средний палец покажет, то танцует как... ну вы поняли. То Ангелу Меркель тискает. В общем, веселый президент. Но бывали у него конфузы и посерьезнее. Например, при встрече с Мухаммедом Али, Буш типа изобразил боксерскую стойку, на что Али отреагировал, мол, ты чё дурачок и загнал Буша в краску. Также неловкий момент произошел и при встрече Буша с баскетболистами, на которой мяч подвел Джорджа. Франсуа Оланд. А тупизму этого французского президента можно только посочувствовать. Он опозорился на красной дорожке с Ангелом Меркель, где от него требовалось только пройтись и поклониться военным. То он не мог сообразить, как отдергиваются шторки. С него прогнали даже пацаны, когда засняли Оланда рассекающим по городу на собачьей упряжке летом. Короче говоря, может повеселить. Вацлав Клаус. Президент Чехии Вацлав Клаус был замечен в воровстве, когда украл ручку во время переговоров. Наблюдайте внимательно. Оцениваем ручку. Да, ничего такая. Смотрим дальше. Оп, ложим в другой карман. И вы только посмотрите, сколько радости у него на лице. Просто маг и волшебник. Милош Земан. Это не единственный президент Чехии, который отличился, правда, в другом. Милош Земан явился пьяным на церемонии. Так, я в порядке. Я держусь где? Так, нормально. Я стою. Пиво было лишним. Здрасте. А дальше просто умора. При рассматривании ценности, еле стоящим на ногах, его что-то так удивляет. Наверное, он увидел там закуску. Михаил Саакашвили. Наши гости сегодня. Михаил Саакашвили. Бывший президент Грузии Саакашвили тоже отличился, когда множество людей подозревали его в приеме наркотиков. Так это было или нет, решать каждому. Но что-то здесь явно не так, согласитесь. А может он просто не выспался? Также опозорился, когда упал, переходя деревянный мостик. Но с кем не бывает. От этого никто не застрахован. Но когда он берет и сам себя позорит, грязя галстук при телефонном разговоре с Путиным, это совсем становится непонятным. Нужно же контролировать свои привычки, что-то грызть, тем более, когда тебя снимают камеры. Владимир Путин. За этим президентом Российской Федерации было замечено не так много конфузов, но все же они есть. Несколько раз его ставили в неловкое положение, когда целовали ему руку. То Путин бабку напугает. То с его ус может вылететь непринужденное красное словцо. А каким будет Путин в этом сроке? Он будет закручивать гайки. Каким он будет? Обязательно. А вы, вот, кстати, а гайки. Не расслабляйте. А вы, вот, кстати, а гайки. Не расслабляйте. Пётр Порошенко. Президент Украины Пётр Порошенко опозорился, когда засмеялся во время проповеди батюшки и тут же перевел взгляд. Мол, мы типа из чего-то своего смеемся. А также, я считаю, позорно было, когда Пётр протянул руку человеку, а он отказался ее пожать. Но это видео было скрытно записано, когда Пётр Порошенко матерился, что неприпустимо для президента, где бы он ни находился и какие бы эмоции его не переполняли. Виктор Янукович. А этот бывший президент Украины отличался своим тупизмом в произношении слов и предложений. То он путает имя бывшего президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Уважаемый Владимир Анатольевич, уважаемые коллеги, друзья. То путается в предложениях. Мы в самом начале с Дмитрием Анатольевичем договорились, что не будем говорить о плохом. А лучше сделаем. Поэтому мы вот приехали в Глухов, для того, чтобы... Обратите внимание на улыбку Медведева. Но как говорится, что в голове, то и на языке. При допросе он бы точно сдал все позиции. Говори, где танк! Пойдешь через лес, к мосту, выйдет девочка. Будь ласка, приди 25-го жовня. А также известный казус произошел, когда на него упал венок. Да, это можно списать на плохие погодные условия. Но как ни крути, все равно облажался. Барак Обама И еще один американский президент Барак Обама просто не мог не попасть в эту подборку президентов. Так как количество позорных моментов зашкаливает. Его всегда преследуют мухи. Возможно, это разведывательная робота-мухи России. Шутка, конечно же. Наверное, все намного проще. Обама опозорился в Индии, когда во время государственного визита на военном параде в Нью-Дели жевал жвачку. А также был замечен жующим жвачку на саммите в Китае. Отличился Обама и на королевском приеме в Лондоне. То за ее величество он поднял во время британского гимна. Что в общем не смутило президента США, он даже попытался чокнуться с королевой. Слышно, как она холодно сказала, это же гимн. Только тогда Обама догадался пустить бокал. Когда надо было для телевизионной картинки эффектно забросить баскетбольный мяч в корзину, а президент из 22 попыток промахнулся 20 раз. Также с него прогнал кто-то из охранников, когда заснял Обаму в качалке и выложил видео в интернет. Борис Ельцин Напоследок не могу не вспомнить первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Он, как и Буш, любил потанцевать. Да и выпить был не прочь. Но есть за его плечами конфузий посерьезнее. В 1991 году во время своего первого зарубежного визита в Канаду, видимо никто не рассказал президенту России, что нужно делать. Начальник почетного караула попытался мимикой и жестами показать направление движения. Но это не помогло. А под конец давайте просто все вспомним. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. А на этом все, друзья. Старайтесь не позориться. А если это и произошло, то вспоминайте сразу позоры президентов. И ваш позор будет казаться пустяком. И напоследок хотелось бы закончить словами Дмитрия Анатольевича. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Хорошего вам настроения. Хорошего вам настроения. Хорошего вам настроения. Вы держитесь здесь. Просто денег нет.